Сестры-близнецы Дереглазовы с детства хотели стать офицерами уголовно-исполнительной системы. Сейчас они только делают свои первые шаги на пути к мечте. Оля и Настя уже несколько месяцев привыкают к новому ритму жизни и к озарменному положению. Встают с первыми лучами солнца, занимаются строевой и физической подготовкой, изучают юридические дисциплины. По словам сестер, добиться успеха на службе можно только при полном погружении в профессию. Наши капитаны нам все объясняют. В принципе, все очень легко. Если в это дело влиться, понимать это, осознавать для себя, то в принципе все очень легко проходит. Все будущие офицеры уголовно-исполнительной системы работают с опытными наставниками. Юноши и девушки изучают не только теорию, но и практические дисциплины. Им рассказывают об уловках, на которые порой идут осужденные. Например, в лихие 90-е злоумышленники могли изготовить в кустарных условиях даже огнестрельное оружие. Один из примеров – самодельный обрез. Прототип пистолета из культовой картины Алексея Балабанова. Здесь необходимо снаряжение наполнять каким-то горючим веществом. Борох, спичечные головки и так далее. Владеть настоящим оружием курсантов учат в тире. Перед занятиями проводят подробный инструктаж. Все действия здесь должны быть выверены и четко отлажены. Оружие шуток не любит и ошибок не прощает. Именно поэтому все курсанты юридического института в СИН проходят обязательную огневую подготовку. Расстояние от места выстрела до мишени – 25 метров. Есть на базе института и учебная мини-копия колонии. Условия в учебно-тренировочном комплексе максимально приближены к жизни. Здесь курсанты могут почувствовать себя в роли уже действующих сотрудников. В комнате для осужденных есть специальные предметы, при помощи которых ищут запрещенные вещи. Например, киянкой простукивают стены, а металлическим щупом можно найти посторонние предметы. На плацу курсанты не только маршируют, но и учатся работать при массовых беспорядках. В этот раз на месте студентов оказались журналисты. Вперед марш! Уже через несколько дней, в конце сентября, курсанты будут принимать присягу. А после учебы отправятся служить в ряды уголовно-исполнительной системы по всей России. От Калининграда до Приморского края. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Прямый. Второй.